Прошедший обмен подтвердил на Украине идет гражданская война. Статья на конте за 17 апреля 2020 года. Сергей Лебедевник Лохматый. Сегодня, то бишь вчера, состоялся новый обмен удерживаемых лиц между ЛДНР и Украиной. Для украинской власти это просто пиар, чтобы поддержать видимость рейтинга для республик возвращения своих людей. Украина сегодня отдала удерживаемых лиц в обмен на пленных. Хотя, если быть честным и называть вещи своими именами, то Украина отдала заложников взамен на боевиков и террористов. Какие могут быть удерживаемые лица? Могут быть пленные и Украина отдала нескольких. Один из них местный парень из Горловки. Примечательно то, что после того, как он попал в плен, укропресса раззвонила на всю свою территорию о том, что в плен попал представитель российских вооруженных формирований. То, что на Украине идет гражданская война, а не некое мифическое вторжение, понятно даже самым слабым разумом. Горячая фаза этой войны проходит на Донбассе. Но я не раскрою секрет, если напишу, что украинские националисты ведут войну против всего русского населения Украины. А это, если верить запросам в поисковиках, почти 80% украинских граждан. А вот по обмену и видно, кто на самом деле с кем воюет. Часто мне украинствующие пишут в комментариях, на Донбассе русские войска, это прямая агрессия и мы воюем на Донбассе с Россией. Я им в ответ просто выставляю списки обмена пленными. Получается, что украинских граждан меняют на украинских граждан. Иногда встречаются граждане эров, причем явно не военные, а чаще волонтеры, по наивности попавшиеся на блокпостах. Попадаются россияне, которые просто жили на Украине, как Евгений Мефедов. Я не помню, чтобы Украина привезла на обмен псковских десантников или тех, кто тут по мнению некоторых особо одаренных украинских журналистов воюет. Сегодня Украина получила 9 граждан из ДНР и 11 граждан из ЛНР. А отдали республикам 14 человек, двое из которых граждане РФ. На военных даже издали не похоже. Благодаря обмену пленными на свободу вышли в общей сложности 34 человека. Им еще предстоит 14 дней отсидеть в карантине. Но это гораздо лучше, чем неопределенно долгое время находиться в тюрьме. Тем не менее, о судебной очистке украинская сторона по своему обыкновению забыла или забила. В подписанных документах пункт о том, что обмененные лица проходят полную судебную очистку, оговорен отдельно. Документы подписаны украинской стороной. Но как-то так получается, что поверить украинцу в самого себя обмануть. Республиканские омбудсмены не наивные чукотские девочки и прекрасно понимают, что на украинскую сторону придется постоянно давить, чтобы украинская сторона выполнила то, что сама пообещала. Владимир Зеленский допустил проведение масштабного обмена пленных и удерживаемых лиц с Донбассом после окончания введенного карантина из-за коронавируса. Обмен пленными стал одним из немногих направлений, по которому стороны конфликта смогли наладить более-менее продуктивный диалог. Вместе с тем, дальнейшая демилитаризация линий фронта, политическое урегулирование и остальные пункты минских соглашений остаются в подвешенном состоянии. Некоторый прорыв недавно намечался в контексте создания консультативного совета при контактной группе в Минске. Но сначала Киев начал лавировать, утверждая, что трактует подписанное соглашение совсем не так, как написано на бумаге. А затем выяснилось, что Франция и Германия не спешат озвучивать свою позицию. Фариж и Берлин должны отправить в совет своих представителей, но публично они не комментируют предложение. Есть подозрение, что участники нормандской четверки переживают за легализацию ДНР и ЛНР посредством консультативного совета. То есть Киев, когда подписывал, не переживал, а они переживают. На наших глазах посредники превращаются в нечто большее. В принципе, это и понятно. Именно с подачи Запада на Украине произошел националистический переворот. Как говорится, фарш невозможно прокрутить назад, но признание ДНР и ЛНР стороной конфликта в корне изменит весь подход к делу. А во-первых, придется признать полное отсутствие российской агрессии и снять санкции. Во-вторых, придется признать, что на Украине есть еще одна, не менее легитимная власть, чем в Киеве. А это откроет двери для официальных обращений представителей республик в различные международные организации, в том числе и суды. Не будем пока загадывать и мечтать, все равно мы своего добьемся. Хочется пожелать республиканским чиновникам более справедливо относиться к людям, прошедшим украинский плен. Понятно, что война, теперь еще и пандемия, но они герои. И героями не стали задолго до того, как большинство республиканских чиновников усились в свои кресла. Сергей Лебедев, ник Лохматый. Прошедший обмен подтвердил, на Украине идет гражданская война.